Путинским опричникам уже мало сажать несогласных на 15 суток или пресловутую двушечку. Система требует все большей крови. Поэтому, если вы несогласны, если вы в протесте, против вас могут сфабриковать любое дело, вплоть до убийства. И посадить даже пожизненно. Даниил Константинов попал в разработку спецслужб как активист протестного движения. Он был одним из организаторов русского марша 4 октября 2011 года. 3 декабря того же года около 8 вечера у метро улицы Академика Янгеля был обнаружен труп гражданина Темникова с колото-резанным ранением в области сердца. 22 марта 2012 года по возбужденному уголовному делу был задержан Даниил Константинов. Моего сына судят за то, что он активно включился в политику полтора года назад, создал небольшую молодежную организацию под названием Лига обороны Москвы и активно включился в протестное движение зимой прошлого года. Его пытались запугать, его пытались завербовать, его пытались шантажировать. Когда все это не принесло результатов, были применены вот такие спецсредства. То есть, попросту говоря, была разработана и проведена спецслужбами операция по фабрикации уголовного дела в отношении моего сына. Его обвинили в убийстве совершенно незнакомого человека, с которым он никогда не встречался, никогда и нигде не пересекался. Обвинили, несмотря на то, что на момент совершения этого преступления у моего сына железное алиби, подтвержденное свидетелями, проверенное на месте. Вот уже 9 месяцев Даниил Константинов находится в матросской тишине. Вот уже 9 месяцев мы настаиваем на том, чтобы следствие сказала нам что-то внятное по поводу заявленного алиби, но так и не добились результата. Ситуация только ухудшается. Добавляются дополнительные статьи обвинения. Сначала была 105-я часть 1-я, это убийство без отягчающих. Затем добавили 296-ю, угроза в отношении следователя. Затем переквалифицировали части статьи 105-й с 1-ю на 2-ю, то есть с отягчающими. Следствие утверждает, что убийство совершено с особым цинизмом и из хулиганских побуждений. Возможно, оно было совершено с особым цинизмом, возможно, из хулиганских побуждений, не знаю. Я только знаю, что Даниил Константинов к этому преступлению не имеет ровным счетом никакого отношения. Вот это я знаю абсолютно точно. И все участники следственных действий, от рядового оперативника до судьи, прекрасно об этом осведомлены. А что теперь нужно делать гражданам, любому гражданину? Ведь понятно, что в отношении любого несогласного, любого протестующего могут быть те же самые действия. Совершенно верно. Что теперь нужно делать? Это страшный прецедент. Собственно говоря, дела фабриковались в отношении оппозиционеров и раньше, но по менее тяжким статьям, наркотики, хранение оружия, убийство впервые используется в этом качестве. Что делать? Нужна солидарность, нужна огласка, нужны средства массовой информации, ведь дело будет рассматриваться в суде присяжных. Ведь дело будут рассматривать граждане наши, москвичи. Ну, мы знаем прекрасно, как это делается. Мы знаем, что в составе жюри присяжных будет один-два человека, как говорится, засланные казачки из Федеральной службы безопасности. Мы это знаем прекрасно. Мы предупреждены об этом. Но не все же. Так вот, формирование общественного мнения, обращение к обществу, к сознательности и солидарности граждан, это сегодня единственное наше оружие. Криминальная власть может удержаться на плаву только криминальными методами. Поэтому фабрикация дел против тех, кто борется с Кремлевской ОПГ, становится будничным явлением. Человекообразные существа в погонах и мантиях опровергают теорию Дарвина. Они произошли не от обезьяны. Их отец – беспредел, а мать – безнаказанность. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.